Здравствуйте, дорогие наши братья и сёстры! Продолжаем с вами читать невидимую брань святого преподобного Никодима Святогорца. Глава 38. В добродетелях упражняться надобно со всем усердием и непрестанно. В деле стяжания добродетелей необходимо действовать так, чтобы всегда простираться в преднее, то есть стремиться вперёд, стремиться к лучшему, никогда не останавливаться на достигнутом. Очень важно это замечание. Мы с вами знаем, что легко загореться на какое-то доброе дело, легко пожелать его, потому что Дух Человеческий, он естественным образом стремится к благому, потому что в нас запечатлён образ Божий. Вот наша повреждённость, к сожалению, действует так, что вроде бы и понимаем, что надо жить в добре, понимаем, что надо жить Богоугодно, но очень много видим препятствий самих себе. А препятствий какого плана? Нет понимания, как это делать, нет навыка в этом. Не понимаем, как силы свои куда направлять, что первое, что второе, что третье, ну и так далее. И видя столько вопросов, на которые часто не можем сразу найти ответ, успокаиваемся, остываем, считаем, что ну ладно, сейчас не до этого, потом когда-нибудь я возьмусь за это то про дело. Ну и видим, что дьявол здесь преуспевает и побеждает нас, отводит нас от добродетельной жизни, успокаивает вот так вот, вводит в состояние некого внутреннего сна, и всё, и начинает человек жить жизнью всё больше и больше запутанной. И так к Богу может и не вернуться вовсе. То есть необходимо постоянство в этом деле. Именно через постоянство мы приходим в некий навык, в некую привычку. Итак, нужно всегда простираться в преднее. Если желаем скоро успешно достигнуть предположенной нами цели. Ибо как только остановимся хоть на короткое время, тотчас подадимся назад. Потому что за этим пресечением добрых деяний, по нерадению, по ослаблению себе, страсти, подавляемые усердным трудом в доброделании, по склонности нашей к чувственности и самоугодию, тотчас поднимут голову, оживут и возбудят бесчинные движения и стремления, особенно когда при этом поспособствует им внешняя наша обстановка. А такие движения всегда расстраивают и ослабляют добрые навыки. И что особенно гибельно лишают благотворного осенения благодати, без которой ничто истинно доброе духовное благоспеться не может. То есть не может исполниться правильно. То есть вот, что здесь нам подчеркивается. Что только остановился, тут же начинаешь откатываться назад. Тот же. Те страсти, с которыми ты воевал, если прекратить вот эту войну, они тут же оживают. И снова начинают нас нападать. И снова ты видишь себя побежденным. То есть вновь и вновь себе нужно напоминать, что жизнь духовная – это не какое-то хобби, это не какое-то такое, некое влечение для разнообразия своей обычной какой-то жизни. Нет, это война. Война, в которой очень высокая цель. А цель – какая-то жизнь. То есть здесь или жизнь, или смерть. На этой войне не может быть отпуск. Да, не может быть каких-то выходных. Враг силен и коварен. Враг никогда не спит. Враг никогда не устает в этом плане. Враг никогда нас не жалеет. И у него не меняется отношение к нам. Дьяволу нужно одно – человека погубить. Погубить. Оторвать его от Бога, сделать неспособным Богу вернуться. Тем самым довести его до адских глубин. И вот, чтобы победить врага, необходима постоянная война. Бог желает, чтобы мы воевали. Мы должны быть воинами Христовыми. Не предателем, не дезертирами, а воинами. Иначе никак. Это необходимо как-то себе усвоить и понять. И, наверное, об этом необходимо вообще Богу молиться в первую очередь. Просить его, что Господи, не дай мне об этом забывать. Но чтение книг святых отцов, в частности, невидимой брани, оно и помогает нам постоянно просыпаться, постоянно обновлять себе вот эти цели и задачи. И тогда нужно понять, что всякая остановка в духовной жизни – это и есть отход назад. Это и есть вновь проигрыш в какой-то битве. Да, еще война не закончена, еще, возможно, с Божьей помощью, если все так получится, мы и победим. Но каждая проигранная битва отводит нас все больше и больше и больше от этой цели. Знай, что течение путем жизни духовной много отличается от обыкновенных земных путешествий. В земном путешествии, когда путешественник останавливается, то ничего не теряет из пройденного прежде пути. А в духовном шествовании, если текущий путем добродетель остановится, то теряет многое из стяженных прежде добродетелей, как я сказал. В обыкновенном путешествии, чем дальше идет путник, тем более увеличивается утомление. В течение же путем духовной жизни, чем больше кто продляет путь, простираясь в преднее, тем больше приобретает силу и мощь для дальнейшего шествования. Вот тоже очень важное замечание. Да, ну, во-первых, вновь повторяется, что всякая остановка на духовном пути – это есть проигрыш, это есть потери для человека. Это не какой-то отдых. Что-то я сейчас становлюсь, соберусь как-то силами и вновь возьмусь за это дело борьбы со страстями. Нет, ничего не получится. Только-то становилось, а страсти еще сильнее стали. Но чем нужно себя успокаивать, утешать здесь, что если в обычной жизни я чем больше тружусь, тем больше мой тело устает и требует отдыха, то в духовной жизни, наоборот, чем больше я тружусь, тем больше у меня появляется сил для этого труда. И это абсолютно точный факт. Всякий человек может опытно в этом убедиться. А причина этому та, что трудами на пути добродетелей низшая наша часть, то есть плоть, которая своим восстанием против Духа делает путь добродетели жестоким, многотрудным, все более и более слабевает в своем противоборстве Духу. То есть вот что тоже нужно понимать. Наши привычки, наши, действительно, вот эта ветхая часть нашего существа, которое очень часто связано с плотью, не только с телом. Здесь вообще термин плоть имеет более широкое значение. Это вообще подчинение чему-то телесному, материальному, да, конечному, недуховному, чаще всего, как бы, противному Богу в нашей жизни. Вот все это, оно, несомненно, мешает нам поначалу идти путем богоугодным. Воспоминания о жизни своей, прошлой. Вот помните пример из жития святой преподобной Марии Египетской, когда она за Симмерой общалась, то ему сказала, что когда ушла в пустыню после того благодатного, покаянного изменения, то вначале было очень тяжело то, что постоянно вспоминалось, как жила она прежде, как там что-то в жизни было там приятного, вкусного, удобного, сладкого и так далее. И вот эта память о прошлых утешениях, утешениях в кавычках, потому что они не могут дух утешить, наоборот, не его угнетают, вот ей мешало. То есть вот можно сказать, что плоть восставала против духа и мешала ему. А дальше постепенно, постепенно, постепенно отходила все дальше и дальше от своей прошлой жизни. И дух постепенно начинал владеть ей, начинал возвышаться над телом, над плотью. И в итоге, да, стала победительницей. И так же о всяком другом деле. И вот здесь, кстати, нам очень уместно вспомнить еще такую вещь. Если ты желаешь в своей жизни перемен, то сделай так, чтобы эти перемены произошли. Причем во всех проявлениях жизни твоей. Ну, например, человек, предположим, наконец-таки отметил в себе такой недуг, как привычку сквернословить. К сожалению, очень многие люди болеют этой болезнью. Понял, осознал, что это все плохо, что это надо в жизни своей справлять, менять. Начинает с собой слетить. Но мы понимаем, что пока у него круг общения не поменяется, ему этих перемен будет достичь весьма проблематично. Если все его окружение, скажем, ругается матом, очень сложно ему будет этого избегать. Постоянные искушения, повторяющиеся, будут постоянно его увлекать к старому и прежнему. Хочешь, чтобы что-то в тебе перестало быть, сделай так, чтобы это в жизни твоей не встречалось. Постарайся хотя бы по максимуму это выполнить. И видишь, что, в общем-то, и возможно. И Бог обязательно поможет тебе в этом деле. Как кто-то говорил из отцов, что где грешил, там даже не живи. Такой вот у него был однажды совет к некому вопрошающему. Чтобы ничто, даже внешняя обстановка не напоминала тебе о прошлой жизни, о прошлых твоих грехах. И так вот постепенно память о них тебе, не имея почвы, не имея пищи, успокоится, забудет. И ты начнешь жить уже жизнью другой. Вернемся к тексту. Видим, что в начале восстание плоти против духа делает путь добродетели жестоким, многотрудным. Но вот он все более и более ослабевает в своем противоборстве духу, когда вот эта брань ведется. Между тем, как часть высшая, где и обитает добродетель, то есть дух, все более и более укрепляется в делании и делается мощной. Посему, чем больше преуспеваем мы в добродетели и добре, тем больше умаляется та прискорбная трудность, какую встречаем в начале вступления на этот путь. К тому же при этом некая сокровенная сладость, Богом подаваемая, срастворяется с нашим сердцем и час от час увеличивается. Но здесь что нужно подчеркнуть? Вот этой сладости искать не стоит. Иначе, пытаясь вкушать некие утешения духовные, можно попасться на уловку врага. То есть дьявол, видя наше такое некое духовное сладострасти, будет щекотать нашу нервную систему. И человек потом будет искать уже не Бога самого, а вот какие-то ощущения. И в итоге вся его добродетельная жизнь подменяется, начинает служить саму себе вот этим ощущением. То есть здесь тоже необходимое внимание. Но, с другой стороны, Господь, несомненно, поддерживает всякого трудящегося в этом направлении, дает ему и утешение в том числе. В следствии этого, простираясь в преднее, все с большей и большей охотой и силой, легко восходим от добродетели к добродетели, достигаем, наконец, самого верха совершенства духовного, где душа начинает делать всякое добро уже не как с усилием, влекомое без всякого вкуса, но с охотным стремлением и радостью. Ибо, подавив и победив страсти, и отрешившись от всего тварного, живет она теперь в Боге и в нем, среди приятных трудов духовных, вкушает непрестанно сладкий покой. Субтитры создавал DimaTorzok